Но слова пророка «Я Господь Бог, сотворивший свет и тьму, творящий мир и зиждущий злых» Исайя 45.7 Немного слов, но сладкий в них источник меда, меда, который не производит пресыщения. Мед вещественно доставляет удовольствие только языку и портится, а мед учения проникает в совесть, доставляет постоянную радость и руководя нас к бессмертию. Тот собирается с растений, а этот составляется из божественных писаний. Этим сегодня насытил нас, говоривший прекрасно, получившим награду послушаний, показавший силу любви и благородства, веры, разумеется, епископ Флавиан или какой-то другой проповедник, говоривший прежде святого Затауста. А теперь мы опять предложим вам обычную трапезу с великим усердием. Мы весьма радуемся, что тогда как на конском ресталище происходит блистательное упражнение, сюда стеклось такое множество, презрев тамошнее препровождение времени. Потому и мы ставим чашу, наполненную с великим изобилием, чашу, производящую не опьянение, но заставляющую целомудрие. Таково вино писаний, такова явство этой трапезы. Они не уточняют плоти. Впрочем, мы говорим это не унижая естества плоти, но предпочитая ей благородство души, не отвергая употребление, но обуздывая неумеренность. Когда мы любомудрствуем, то надо нам любомудрствовать так, чтобы не подать повода устам еретиков. Это тело, хотя ниже души, но оно не противно душе. И душа, хотя и проста, но она служит потребностям тела. Превосходный художник, Бог, составил эту вселенную не из одного, двух или трех веществ, но вложил в нее различные и разнообразные сущности, показывая в разнообразии тварей обилие своей премудрости. Он создал не небо только, но и землю. Не землю только, но и солнце. Не солнце только, но и луну. Не луну только, но и звезды. Не звезды только, но и воздух. Не воздух только, но и облака. Не облака только, но и эфир. Не эфир только, но и озера, источники, реки, горы, рощи, холмы, луга, сады, семена, растения, разные роды трав, различные виды, различные силы и различные сущности, который каждый может видеть везде, обозревая мир. И когда он пробежит мысли, состав вселенной, то скажет вместе с пророком, «Как возвеличились дела Твои, Господи, все премудростью сотворил!» Так, если ты хочешь видеть зрелище, то оставив тамошнее сатанинское, приходи на это духовное. Если хочешь слушать лиру, то оставив тамошнее пение и напрягши силу своего ума, приходи слушать это, пробуждающее Твои мысли, укрепляющее Твой ум. Посмотри, как различные звуки и отдельные струны со всех сторон возносят одно и совершенно согласное пение превосходному художнику, Богу. Как некоторый духовный звук, состоящий из различных звуков, издает одно стройное пение словословия Создателю, «Так и эти струны звучат, и сами по себе звучат и одна с другой вместе. А чтобы тебе узнать, как звучат они сами по себе, ударь мыслью в струну неба, и ты услышишь, как она издает великие звуки и воссылает славу Богу. Это уразумел пророк и сказал, «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает тверчь» Солома 18.2. От этой струны перейди к струне дня и ночи, и ты увидишь, как они издают звуки, приятнее всякой лиры и гусли, особенно тогда, когда будет ударять в эти струны кто-нибудь умеющий. Но как, скажешь, они издают звук? Небо не имеет ни уст, ни языка, ни неба во рту, ни зубов, ни губ. Как же оно издает звуки? Как говорит и день? Здесь нет органов, произносящих звуки, но течение солнца и луны, день и ночь, смена времени, чтобы кто-нибудь из грубых более людей, слыша это, не усомнился, не смутился, послушай, как пророк сам старается объяснить сказанное, сказав, что небеса проповедуют славу Божию, и день дню открывает знания, и ночь ночи возвещает разум. Он не остановился на этом, но прибавил. И нет языка, и нет наречия, где бы не слышался голос их. Смысл слов его следующий. День и ночь, и небо не только имеют голос, но и такой голос, который звучнее, яснее, и сильнее голоса человеческого. Как и каким образом? Послушай самые слова его. И нет наречия, нет языка, где бы не слышался голос их. Что же это такое? Одобрение голоса, похвала, звука. Мой голос понятен для говорящего на одном со мной языке, а для говорящего на другом языке, нет. Например, когда я говорю на греческом языке, тогда кто знает этот язык, поймет меня. А скиф, фракиянин, мавр, индеец, нет. Потому что различие языка не позволяет моей речи быть для него понятной. 432. Так же, когда говорит скиф или фракиянин, я не могу понимать его, а другой языка другого. У неба же дня и ночи не то, но голос их таков, что он слышен, понятен и ясен для всякого языка, всякого наречия, всякого народа. Потому пророк и сказал, что небеса проповедуют славу Божию, и день-день открывает знания. И прибавил, и нет речи, нет языка, где бы не слышался голос их. Смысл этих слов следующий. Такое имеет наречия, такое имеет голос день, ночь, небо и все твари, что всем речам, то есть всем языкам, всем народам понятен голос их. Нет речи, говорит, то есть нет народа, нет языка, где бы не слышен был голос неба. Но и скиф, и фракиянин, и мавры, и индийцы, саврамат, и всякое наречие, всякий язык, всякий народ, может понимать этот голос. Как и каким образом? Теперь выслушай это, чтобы тебе узнать, как небо говорит молча. Когда ты увидишь эту красоту, величие, положение, постоянство, блеск, и, размыслив о всем этом в самом себе, прославишь Создателя, восхвалишь Творца, тогда небо издало голос, и вознесло славу Богу посредством твоего языка. Таков смысл слов. Небеса проповедуют славу Божию. Как и каким образом? Располагая зрителя красотой своего блеска, удивляйся Создателю. Когда ты, увидев такое создание, скажешь, слава тебе, Боже, какое великое тело ты создал и поставил в средине. Тогда небеса воздали эту славу, пользуясь твоим языком и возбуждая удивление посредством зрения. Так они молча возносят славу Богу, и этот голос слышат все. Так как не посредством слуха можно познавать это, а посредством зрения и созерцания. Зрение же у всех одно, хотя языки различные. То и варвары, и скифы, и фракияне, и мавры, и индийцы слышат этот голос. То есть взирая на такое чудо, поражаясь красотой, блеском, величием и всем прочим, что есть на небе, возносят славу Создателю, если оно о ней здраво мыслит. Что же надо бы сказать и о дне, и о ночи? Как небо возбуждает зрителей удивление своей красотой, положением, величием, блеском, постоянством времени, пользою, деятельностью, и всем прочим, располагает его прославлять Спасителя, так и ночь, и день. Когда ты заметишь встроенный порядок этих времен, как день исполнишь свою меру, не усиливается изгнать ночь из собственных ее пределов, не показывает никакого любостяжания, и хотя он светлее ее, но старается занять все время, но отступает, равным образом и ночь, совершив свое течение, уступает место дню, и это совершается в продолжении столь многих лет, без всякого смешения и смешения, и последняя не прогнала первую, и первый не отнял ничего у последней, хотя один светлее, другая темнее, тогда опять удивляясь встроенному порядку, не воздашь ли ты славу Богу? Как сестры, любящие одна другую, разделяя отцовское наследство, меры и весом, ни малейшей части не отнимает одна от другой, так точно ночь и день, разделив между собой все время, соблюдает такое равенство, не отнимая друг от друга ни малейшей части, как вы знаете по самому опыту. Пусть выслушает это любостяжатели и лишающие братьев наследства. Пусть они постыдятся стройного порядка времен, согласия ночи и дня, и исцелятся от своей болезни. Таким образом, день дню открывает, речь и ночь ночи возвещает знания, не издавая голоса, но своим порядком, стройностью, равенством и беспрепятственной соразмерностью, громче трубы возвещая создателя ни в одном каком-нибудь углу Вселенной, но везде, где только солнце освещает Землю. Эти звуки раздаются по всей Вселенной, так как везде небо, везде день, везде ночь, и наставление свое простирает они по земле и по морю. Потому пророк не сказал просто, небеса возвещают славу Божию, но проповедуют, то есть научают и других, имеют учениками своими род человеческий и распростерты на виду, как величайшее училище, вместо книг и букв, предлагая простым и мудрым и всем созерцать красоту их природы, преподавая заключающиеся в них самих, как бы в книге, учения о премудрости и силе Божией. Так и люди не только словами, но и молча прославляют Бога через других, потому Христос и говорил, так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего небесного. Как кто-нибудь, видя светлую жизнь другого, хотя бы сам живущий и молчал, воздает славу Богу, так точно, и взирая на красоту неба, прославляет Творца. Потому пророк и сказал, небеса проповедуют славу Божию, день дню открывает речь и ночь ночи возвещает знания. Какой разум? Какое знание? Разумение о Святом Творце. Как день выводит человека на дела, так последующая ночь доставляет ему отдых от множества трудов, избавляет от забот и успокаивая утомленные вежды, и сжимая ресницы, приготовляет его опять встретить солнечные лучи свежими силами. Так и ночь доставляет человеку немалую, но весьма великую пользу. Если бы она не доставляла человеку отдых от множества трудов, преемствуя дню, то не доставлял бы ему никакой пользы и день, который выводит его на дела, потому что при изнеможении естества его от постоянного труда это живое существо заболело бы и погибло бы, и не было бы ему никакой пользы от солнечных лучей, потому делает день полезным для человека, она своим служением особенно и руководит пользующегося ее течением к познанию Бога. Таким образом, когда кто размыслит, какая польза от дня и какая от ночи, как они сменяют друг друга, чередуясь как бы в хоровое и попеременно сохраняет род наш, тогда хотя бы он был тупейшим из всех людей, может собственным размышлением познать премудрость превосходного художника, Бога, который он явил посредством дня и ночи, назначив нам первой для деятельности, а последний для отдыха от трудов 434. О всем этом мы стали говорить с самого начала, но так как, может быть, нечто из читанного нам сегодня смущает многих из невнимательных и неопытных в Писаниях, то теперь с великой поспешностью обратимся и к этому. Читано было о кровоточивой жене, которая прикосновением к одежде Христовой остановила потоки крови и силу и веру похитила такое сокровище. Подлинно. Действие было похищением, но похищением похвальным и похитившее после обличения было одобрено. Сам Иисус, у которого было похищено, похвалил эту жену. Также читано было о страданиях Павла, о ранах, темницах, преданиях на суд, кораблекрушениях, узах, цепях, разнообразных и постоянных кознях против него, и средневных смертельных опасностях, голоди, жажде, наготе, заговорах на него ежедневных. Но что я делаю? Нужно бежать с великой поспешностью, чтобы опять Павел не задержал и не отклонил меня от предмета. Вы знаете, как часто меня идущего и обратившегося в другую сторону он удерживал среди речи и удерживал так, что я принужден был оканчивать на нем свою беседу. Потому, чтобы и сегодня не случилось с нами того же, с великой поспешностью набросим как бы узду на увлекаемое туда слово. И таким образом отвлечем его и приведем к пророческому изречению. Какое-то же изречение. Я, Господь, сотворивший свет и тьму, творящий мир и сохраняющий злых. Видите, как ни напрасно и ни без причины мы обратились к этому месту и оставив все другое, стремились прийти сюда. Эти слова могут произвести великое смущение в человеке невнимательном. Пробудитесь же, напрягите слух и оставив все житейское и заботы, внимайте словам моим. Сегодня я хочу вознаградить вас за ваше присутствие здесь и отпустить, насытив духовную пищу, так, чтобы отсутствовавшие на самом деле узнали, какую понесли они потерю, а узнают они тогда, когда вы со вниманием приняв сказанное, будете в состоянии передать и им «Я Господь Бог, сотворивший свет и тьму, творящий мир и зиждущий злых». Я постоянно повторяю одно и то же, чтобы напечатлеть это в вашем уме и потом предложить разрешение. Не один этот пророк говорит так, но и другой выражает согласно с ним, сказав «Или будет зло в городе», такое, которого Господь и сотворил, Амос 3.3. Что же значат эти слова? На все подобные места нужно предложить одно разрешение. Какое же разрешение? Мы получим его, если вникнем в силу этих изречений, но слушайте со вниманием, мы не напрасно и не без причины постоянно напоминаем вам об этом, но потому что, наконец, приближаемся к глубоким мыслям. Из всех предметов одни добро, другие зло, а третьи еще средние. Из них некоторые многим кажутся злом, а на самом деле не таковые, но только так называются и считаются. Впрочем, чтобы яснее представить то, о чем я говорю, объясним сказанными примерами. Бедность для многих кажется злом, но на самом деле она не такова, а напротив, если кто внимателен и любомудр, она служит даже к истреблению зла. Богатство для многих кажется добром, но на самом деле оно не прямо добро, если кто не будет пользоваться им, как должно. добро, если бы богатство было прямо добром, то и владеющие им должны быть добрыми, но если не все богатые добродетельны, а только те, которые хорошо пользуются богатством, то очевидно, что богатство само по себе есть не прямо добро, но некоторое средство к добродетели, занимающее среднее место. Посмотри, в теле бывают свойства, по которым и называются те, кто имеет их, например, белизна есть не сущность, но свойство и случайная принадлежность сущности, и кому она принадлежит, того мы называем белым. Также болезнь есть некоторое свойство и случайная принадлежность, и кому принадлежит она, того мы называем больным. Потому если бы богатство было добродетелью, то владеющий богатством должен бы быть и называться добродетельным. Если же богатый не всегда бывает добродетельным, то и богатство не есть добродетели или прямо добро, а бывает таким по душевному настроению того, кто пользуется им. Также, если бы бедность была злом, то все бедные должны бы быть злыми. Если же многие из бедных достигли небес, то, следовательно, бедность не зло. 435, том 6. А что скажет иной, если многие богохульствуют от бедности? Не от бедности, но от собственного безумия и малодушия они делают это. Доказательством тому служит блаженный Иов, который, находясь в крайней бедности, будучи низвержен в самой пропасть бедности, не только небогохульствовал, но продолжал благословлять Бога и говорил, Господь дал, Господь и взял. Как Господу угодно, так и стало. Да будет имя Господне благословенно вовеки. Но ради богатства, скажешь, многие делаются хищниками и любостяжателями. Не ради богатства, а ради собственного безумия. И свидетелем этому служит тот же муж, который при таком богатстве не только не похищал чужого, но и свое раздавал и сделал у себя пристанище для странников. Дверь моя, говорит он, была открыта всякому приходящему. И Авраам, имея такое богатство, не жалел ничего для приходящих. И ни этого, ни того богатства не сделало корыстолюбцам, равно как и бедность не сделала ни Иова, ни Лазаря богохульникам. Но оба они, не имея даже необходимого пропитания, так прославились, что один получил свидетельство от Бога, верно знающего откровенное, а другой несен был отсюда предшествующими ангелами, взялся сожителем праотца и удостоился таких же благ, как и он. Следовательно, к предметам средним принадлежат бедность и богатство, здоровье и болезнь, жизнь и смерть, слава и честь, рабство и свобода и тому подобное. Нет нужды перечислять все, чтобы слишком не распространить беседы. Но подав вам повод к собственному размышлению, следуйте перейти к нужнейшему. Дай премудрому научение, говорит Писание, он будет еще премудрее, притча 9.9. Итак, все эти предметы суть средняя, так что пользующиеся могут употреблять их и на добро, и на зло. А что они действительно средние, как, например, богатство, это доказал Авраам, который пользовался им по-надлежащему. Доказал и живший при Лазаре богач, который расточал свое имение на погибель своей головы. Таким образом, богатство прямо не есть ни добро, ни зло. Если бы оно было прямо добром, а не чем-либо средним, то живший при Лазаре богач не был бы так наказан. Если бы оно было злом, то Авраам не прославился бы так, бывший богатым. Нечто подобное есть и болезнь. Если бы болезнь была злом, то следовало бы имеющим ее быть злым. Следовало бы поэтому быть злым и Тимофею, который страдал тяжкой болезнью. Впредь пей немного вина, говорил апостол, ради немощи твоего желудка и частых твоих недугов. Если же он не только не был от этого злым, но и взял болезнь свою средством к увеличению своей награды, мужественно перенося ее, то очевидно, что болезнь не зло. И другой пророк постоянно был болен глазами, и однако от этого не был злым, но и пророчествовал, и предвидел будущее, и болезнь не служила ни малейшим препятствием к добродетели. И здоровье не есть прямое добро, если кто употребляет его не по надлежащему, а на худые дела, или на безумные действия, что тоже не безвинно. Потому Павел и говорил, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Все это среднее. И смотря по людям, пользующимся, бывает иногда тем, а иногда другим. Но для чего говорить о здоровье и болезни, богатстве и бедности? Даже то самое, что для многих представляется главою благ и верхом зол, именно жизнь и смерть, и они не прямо таковы. Но также принадлежат к предметам средним, которые могут быть и тем, и другим, по душевному настроению, пользующихся ими. Например, жизнь, добро, когда пользующийся ею употребляет ее по надлежащему. А когда он употребляет ее на грехи и беззаконие, то она уже не добро, но лучше такому умереть. И наоборот, то, чего по мнению многих нужно избегать, может доставить бесисленные блага, когда будет к тому надлежащая причина. Это доказывает мученики, которые за смерть сделали сблажение всех. Потому и Павел желал не просто жить со Христом, но потому что это было для него плодом дела, что избрать, говорит, не знаю. Ибо имея желание разрешиться и быть со Христом, что несравненно лучше, но чтобы пребывать во плоти, нужнее для вас. «Потому и пророк говорит, прекрасно перед Господом смерть святых его, не просто смерть, но такая именно смерть» — Солом 115.6. «И в другом месте смерть грешников люта» — Солом 33.22. «Видели, что и это есть нечто среднее, не прямо добро и не прямо зло, а смотря по настроению испытывающих это. Потому и премудрый Соломон, считая полезным среднее между тем и другим, любомудрствуя об них и показывая, что не прямо первое есть добро, а последнее зло. Но и она бывает добром в надлежащее время, хотя и кажется тяжкою, когда бывает не в надлежащее время, говорит «время плакать и время смеяться, время жить и время умирать». И радоваться не всегда полезно, но иногда бывает вредно и скорбеть не всегда хорошо, а бывает иногда смертоносно и гибельно. Доказывая это самое, опять Павел, печаль по Богу соделывает покаяние, а печаль мира сего приводит к смерти». 2 Коринфянам 7.10.438. «Видели, что и это принадлежит предметам средним, следовательно и противоположно этому принадлежит предметам средним, то есть радостью. Поэтому апостол заповедовал не просто радоваться, но радоваться в Господе». Впрочем, уже довольно мы объяснили предметы средние, если только слушатели были внимательны. Теперь нужно перейти не к средним, но к добрым, которые не могут быть злыми, и к злым, которые не могут быть добрыми. Все вышесказанные предметы бывают иногда тем, иногда другим, как, например, богатство, бывает иногда злом, когда служит к любостяжанию, а иногда добром, когда употребляется на милостыню, а все прочее таким же образом. Но есть предметы, которые иногда не могут быть злом, а противоположно им всегда бывает злом, и никогда не могут быть добром, таковы нечестие, богохульство, разврат, жестокость, бесчеловечие, чревоугодие и тому подобное. Я говорю не то, будто человек злой никогда не может сделаться добрым, и добрый никогда не может сделаться злым, но то, что самые эти предметы не могут быть таковыми. Они всегда остаются одинаковыми. Одни добрыми, другие злыми. А человек, когда избирает первое, то бывает добрым, а когда противоположное им, то злым. Итак, предметы троякого рода. Одни добро и не могут быть злом, как, например, целомудрие, милостынь и тому подобное. Другие зло и никогда не могут быть добром, как, например, разврат, бесчеловечие, жестокость. Третьи бывают иногда тем, иногда другим, смотря по настроению пользующихся ими. Богатство иногда служит к любостяжанию, иногда употребляется на милостыню, но это зависит от настроения пользующегося им. Бедность бывает поводом иногда к бахахульству, иногда к словословию и любомудрию. Потому и надо бы теперь же приступить к разрешению, так как многие из безрассудных называют злом не только действительное зло, которое никогда не может быть добром, но и некоторые из средних предметов, например, бедность, плен, рабство, которое составляет, как мы показали, не зло, а нечто среднее. Так как многие, как я выше сказал, называют это злом, тогда как оно не есть зло, то пророк говорит об этих предметах, которые многими считаются и называются злом. Но на самом деле не зло, а плене, о рабстве, о голоде и тому подобном. А что они действительно не зло, но еще служат к истреблению зла, мы наперед представим голод, который для всех кажется страшным и ужасным. Узнай же, как он не есть зло и научись любомудрствовать. Когда еврейский народ дошел до крайней степени нечестия, тогда Илья поистине великий и достойный небес. Желая истребить болезнь нерадения и излечить нее, сказал «Жив Господь, перед Которым я предстаю, что дождь будет только по слову уст моих». И тот, кто имел одну только милость, заключил небо. Такое он имел дерзновение перед Богом. Видишь ли, что бедность не зло, иначе беднейший из всех людей, живя на земле, не имел бы дерзновения, показывая такую силу одним только словом. Сказав это, он навел голод, как превосходного учителя и истребителя бывших зол. И подобно тому, как бывает с телом, подвергшимся сильной горячке, самые жилы земли высохли, источники и растения оскудели, и недра земли сделались бесплодными. Тогда народ получил немалую пользу. Был удержан от стремления к беззаконию, был обуздан и стал более послушным и покорным пророку. Те, которые прибегали к идолам и детей своих заколали в жертву бесам, при избиении столь многих жрецов хваловых не негодовали и не роптали, но переносили бывшие в молчании и страхе, сделавшись лучшими от голода. Видишь ли, что голод не только не ест зло, но еще истребеляет зло, исцеляя болезни подобно лекарству. Если хочешь видеть, что и самый плен не ест зло, то представь, каковы были иудеи прежде плена и какими были во время плена. И узнаешь, что ни свобода не есть прямо добро, ни плен зло. Когда они пользовались свободой и имели собственное отечество, то делали такие дела, что пророки каждый день обличали их за преступления законов, за поклонение идолам, за нарушение заповедей божиих. А когда они были отведены в чужую землю и жили в стране иноплеменников, тогда смирились, сделали с лучшими, соблюдали закон, как можно видеть из псалма, который необходимо теперь привести, чтобы вы узнали плоды плена. Какой же это псалом? На реках Вавилонских там сидели мы и плакали, когда вспоминали Сион. На вербах посреди его провесили мы органы наши. Там вопросили нас, пленившие нас, о словесах песней, говоря, пропойте нам от песней сионских. Как нам петь песнь Господней в земле чужой? Видишь ли, как плен смирил их? До него они не слушались и пророков, внушавших не переступать закона. А после него, несмотря на требования иноплеменников, на побуждение и принуждение властителей приступить закон, они не соглашались, но говорили, не воспоем песню Господню в земле чужой, когда закон не позволяет этого. Посмотри на трех отроков. Они не только не потеряли, не потерпели никакого вреда от плена, но еще сделали от него более славными, равно как и Даниил. А Иосиф? Какое потерпел он зло, сделавшись странником, рабом и узником? Не поэтому ли только он возвысился и прославился? А та иноплеменная жена, жившая в богатстве, великолепии и свободе, какую получила от этого пользу? Не бывали она несчастнее всех, потому что не хотела пользоваться этим, как должно. Итак, мы ясно показали, что добро, что зло и что среднее между ними. Также объяснили, что пророк говорит о предметах средних, которые не действительно зло, а только кажутся такими для многих, о плене, о рабстве, ссылке. А для чего это сказано, нужно показать. Человека, любивый бог, скорый на милость и медленный на наказание и мучение, чтобы не предавать иудеев наказанием, посылал к ним пророков, устрашая их словами, дабы не наказывать самым делом, как он поступил и с неневитянами. Там он угрожал тогда истребить город не для того, чтобы истребить его, но чтобы не истребить его, как действительно и случилось. То же он делал тогда и с иудеями, посылал к пророков, угрожая нашествиям на племенников, воинами, пленом, рабством, ссылкою, жизнью в чужой земле. Как чадо-любивый отец, имеющий упрямого и неродимого сына, желая вразумить его, ищет ремней, грозит веревками, говоря, свяжу, высеку, убью. И бывает страшным на словах, чтобы таким образом обуздать пороки юноши. Так точно и Бог постоянно угрожал, желая страхом сделать иудеев лучшими. Дьявол, видя это, желая воспрепятствовать исправлению, происходившему от такой угрозы, посылал же пророков. И тогда, как пророки угрожали пленом, рабством, голодом, те предсказывали противное – мир, плодородие, наслаждение бесчисленными благами. Потому, осуждая их, пророки говорили «Мир, мир!» И нет мира. Иеремия 6,14. Кто занимается священным писанием, тот знает, как происходило все, что было у пророков с уже пророками, ослаблявшими усердие народа. Когда таким образом они расслабляли и развращали народ, то Бог говорил через пророков «Я Бог, творящий мир и сохраняющий злых». Исайя 45,7. Какое же зло, то, о котором выше сказано – плен, рабство и тому подобное, а не прелюбодеяние, распутство, любостяжание и что-нибудь подобное. Потому и другой пророк когда говорит «Или есть какое-либо зло в городе, которому не повелел бы быть и Господь», разумеет такое же зло, голод, болезни, посылаемые от Бога, раны, амостри 6. Так и Христос когда говорит «На каждый день довольны заботы, а разумеет труды, утомления и изнурения». Исайя 441. Итак, пророк говорит следующее. Пусть не развращает вас лже-пророки. Бог может даровать вам мир и отдать вас в плен. Это и значит «творящий мир и зиждущий злое». Но дабы ты убедился, что это справедливо, рассмотрим обстоятельно самые выражения. Сказав выше «Я есть сотворивший свет и тьму», он потом прибавляет «творящий мир и зиждущий злое». И выше он представил два противоположных предмета. И затем два противоположные предмета дабы ты знал, что он говорит не о прелюбодеянии, но о несчастьях. Что противоположно миру? Очевидно, плен. А не распутство, не прелюбодеяние, не любостяжание. Как выше он представил два противоположные предмета, так точно и здесь. А миру противоположно не прелюбодеяние, не блуд, не распутство и прочие пороки, а плен и рабство. Но на людей какое впечатление производят стихии, такое же и обстоятельство. Например, Бог сотворил как свет, так и тьму. И однако для многих свет кажется приятным, а тьма неприятную. И они порицают ночь, как нечто дурное. Так точно поступают они и с обстоятельствами. Между тем не должно порицать ни ночи, ни тьмы, ни рабства одного, ни плена. Скажи мне, что худого заключает в себе тьма? Не доставляет ли она отдыха от трудов, успокоения от забот, утоления печали, восстановления сил? Если бы не было тьмы и ночи, то наслаждались ли бы мы когда-нибудь светом? Не расстроилось ли бы, не погибло ли бы это живое существо, человек? И как тьма для неразумных кажется злом, и однако не есть зло, но доставляет нам пользу относительно самого дня, делая нас более спокойными, способными после отдыха гневным трудам? Так не есть злой плен, о котором пророк говорит в словах «творящий мир» и «виждущий злое». Но он весьма полезен для тех, кто пользуется им как должно. Он делает их более благоразумными и послушными, уистребляя гордость. Добродетель не подвергается рабству, и ничто не может преодолеть ее. Ни рабство, ни плен, ни бедность, ни болезнь, ни самая смерть, которая сильнее всего. Доказательством служат все те, которые перенесли все это и сделались от того более славными. Какой вред потерпел Иосиф от рабства? Ничто не препятствует опять указать на того же мужа. Какой от заключения? Какой от уз? Какой от клеветы? Какой от козни? Какой от жизни в чужой земле? Какой вред потерпел Иосиф от истребления валов и стад, от насильственной и преждевременной смерти детей, от поражения тела, от скопища червей, от невыносимой скорби, от сидения на гноище, от наветов жены, от укоризм друзей, от порицания рабов? Какой вред потерпел Лазарь от того, что лежал при воротах, был облизываем языками собак, от постоянного голода, от презрения богача, от ран, от невыносимой боли, от недостатка покровителей, от презрения со стороны тех, которые могли бы подать ему помощь? Или какой вред потерпел Павел от множества темниц, истязаний, смертей, потоплений и прочих искушений, которых невозможно исчислить словом? Размышляя обо всем этом, будем избегать порока и следовать добродетели. Будем молиться, чтобы нам не впасть в искушение, а если когда впадем, то не будем падать духом и унывать, потому что это оружие добродетелей для тех, которые пользуются им, как должно. И мы будем в состоянии через все прославиться, если будем внимательны и достигнем вечных благ, которых досподобимся всем и о Христе Иисусе Господе нашем, которому слава держава во веки веков. Аминь.